Брынза в домашних условиях. Семья Филипповых из села Советское Ядренского района не первый год занимается изготовлением этого полезного продукта. Секретами вкусного сыра они поделились и с нашей съемочной группой. В этой баночке секрет хорошей брынзы. Специальная закваска по-филипповски состоит из рисовой крупы, фасоли, яиц, зерен и высушенных потрохов молодого козленка. 70 граммов на 7 литров молока. Все смешать и довести до кипения. Ждем 40 минут. А в это время можно познакомиться и с самими козами. Кстати, первая коза в семье Филипповых появилась еще 16 лет тому назад. С тех пор поголовье скота увеличилось в разы каждую из своих коз. Владислав Филиппов знает по имени. Козы как бы они более такие игристые, нежные. Ну, с ними общаться даже можно. Уход как бы поменьше за ними надо. Вот у них здесь теплая подстилка. Она всю зиму здесь накапливается. Снизу подогревает. И они круглый год практически, можно сказать, и зимой даже. Вот здесь вот. Заанинские, Тагенбургские, русские белые. Каких только пород у Филипповых нет. Одни славятся высоким надоем, другие плодовитостью. Русские козы, например, с легкостью переносят климатические условия нашей полосы. Неприхотливы в уходе и способны давать до 600 килограммов молока в год. В этой семье никто не сидит без дела. Дочь Виктория сразу после школы спешит к своим любимым козочкам. Я люблю козы. Они вот красивые, любящие. Очень молоко их люблю. Вот позову, тоже понимают. Прибегают ко мне. Отдаю я их тоже. Разговариваю с ними. Понимают они меня. Да, Катя? О пользе козьего молока известно давно. Это просто удивительный напиток. Полезный для зрения, кожи, костей, зубов. По составу она наиболее близка к материнскому. Поэтому его можно давать и малышам. А маленьких козлят можно сравнить разве что с котятами. Они такие же ласковые и милые. Вот и нашего оператора не оставили равнодушным. Между тем, сыр почти готов. Осталось процедить и поместить в тару с соленой водой. Через несколько часов брынза уже готова к употреблению. Вот так легко и просто. А самое главное, полезно для здоровья.